МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К счастью, к счастью. Ну и, к сожалению, наверное, что всё это уже осталось позади. Заплечаем все эти переживания, испытания всех этих эмоций. Ну а сегодня вы предстанете в совершенный ином амплуам перед нашими телезрителями. Мы с вами отправимся на кухню и будем готовить то блюдо, которое вы решили вынести на суд наших зрителей. Сначала прогуляемся за продуктами на рынок, а потом уже приступим к готовке. Хорошо. Ну, мы люди семейные, нам нравится вместе по выходным, со списком ходить и покупать. Ну, предпочтение даю рынку, потому что можно выбрать, потрогать, так сказать, прицениться. В последнее время больше предпочтения нашему старинному рынку, крытому у нас уже свои любимые покупатели. Продавцы есть, которые всегда и подскажут, и могут отложить. Теперь давайте о том, что мы будем сегодня готовить. Уже непосредственно к обеду приступим. Сегодня мы готовим фрикассе из кролика в соусе винном и со сливками. Ну, начнем, наверное, с кролика, да, разделывать? Ну, давайте. Мне какое-то дадите задание, может быть, шампиньон лишь туда, да? Да, можно, да, правильно, шампиньон на четыре части. Лен, вообще вот кто вас учил готовить? Как вот вы пришли, вы умеете ли готовить? Можно ли вас вообще застать часто на кухне? Да, готовлю каждый день. Учила мама сначала готовить. Сейчас свекровь подсказывает, потому что мы очень часто живем вместе. У них дача, и вот мы все лето проводим вместе. У меня, что мама очень вкусно готовит, свекровь очень вкусно готовит. Мама готовит очень вкусно манты. И с мясом, и с сырой картошкой. Вот это прямо, это, знаете, по большим праздникам. А раньше картошку резали сами мелко, сейчас уже всякие блендеры, да, миксеры здесь. У свекрови фирменное блюдо – фаршированная рыба. Это такая еврейская. Чем фарширует рыбу и какую? Большую рыбу нужно, и вынимается вся внутренность, но аккуратно, чтобы сохранить. И фаршируется с самой же рыбой, с луком и с морковкой жареной. Но берется какая рыба? Карп? Карп. Карп. Чем удивляете своих домочадцев? Ну, по выходным даже, вот можно сказать, что готовить? Какие у вас такие блюда фирменные? Ну, честно говоря, каша, наверное. У нас дети очень любят кашу, двое мальчиков. И каждый день разное стараемся. А мужу надо, конечно, мясо. И вот то кролика, то курицу. Вообще он очень любит курицу в рукаве, в духовке, с картошкой, с овощами. Ну, а сами вот как поддерживаете такую форму? Что у вас в питании? С чего день начинается? С какого завтрака? Тоже с кашей. Ну, если детям на молоке, себе на воде стараюсь варить. Что еще? Вот, а так, наверное, это гены больше. Я на строгих диетах не сижу. Ничего такого нету. То есть в питании все едите? Все ем. Вечером ограничу, наверное, да? Что вечером? Не будете есть? Ну, иногда. Иногда ночью можете проснуться, да, и побежать в холодильник. Ну, вот, кстати, если вот вас ночью разбудить, что вы можете съесть? Вот с закрытыми глазами, что вот... Шоколадку. Спокойно. Можете посыпать. Хоть плитку. Хоть плитка шоколада. А особых ограничений, значит, нет у вас. Но так неинтересно. Теперь мы перебираемся к плите. Все, приготовили. Что? И обжариваем кролика. Так, разогрели сковородку. Отправляем на сковородку что? Оливковое масло и сливочное. Оливковое масло. Я хотела, я следила. Не просто для красоты. Да, красота, где оценивается, да? Вот именно. Вот. И раньше было ограничение по возрасту, 25 лет. И я не проходила эти ограничения. А в том году вот уже и возраст был, ну, ребёночек младший был совсем уж прохотный. Вот. А в этом все карты сложились. Итак, попали вы на конкурс. Кстати, советуете вот другим, кто вот нас смотрит, принять участие? В чём фишка, в чём вот там вся соль конкурса? Ну, я очень советую. У нас, знаете, девочки разные были. Я шла, чтобы как-то немножко разнообразить, да, скажем, в последние месяцы декрета своего. Вот. А девочки шли многие... Кто-то вообще первый раз столкнулся, да, чтобы на сцену выходить. Кто-то отвлечься. А каких-то будней серых, да? Да. Да, тоже разнообразит. Мне очень интересно было познакомиться со всеми вот организаторами конкурса. И с модельным агентством, и с Верой Лихабабой, и с Мариной Сергеевой. Вы до жемчужины и после жемчужины как можете себя охарактеризовать? Вы хотели бы даже одним каким-то словом? Похорошево, похорошево. Дети заметили изменения. Сынок комплиментов много стал говорить, что мама такая красивая стала. Ну, это что, вам вселила уверенность вот участие в конкурсе? Или то, что с вами работали специалисты какие-то там, вот, все равно же у вас были и танцы, да? Да, и то, и то, наверное. Сначала специалисты говорили всегда комментарии как-то, вселяли уверенность. Как ты едешь, как говоришь, да? А потом и сам выход на сцену, это, конечно, дорогого стоит. Столько месяцев подготовки и прям колоссальное удовольствие. Хочется выразить благодарность, конечно, и организаторам конкурса, и кто придумал жемчужину ОММК. 16 раз она уже проходит. Спасибо Марине Сергееву и фонду правкому комбинату. Субтитры подогнал «Симон» Так, продолжаем с кроликом. Он у нас хорошо обжарился, да? Мы, кстати, не солили, не кирчили, ничего не нужно. Теперь берем кастрюлю и шпи. Да, все перекладываем в кастрюлю. Вы мне доверяете, да? И масло тоже туда. Муки. Ну и получится потом за счет муки еще и соус, наверное, такой. Да, немного. Немножко потушиться должно, да? Ну прям немножечко. Чтобы мука схватилась, да? Так, теперь. Вина и воды. Стакан сухого вина белого мы заливаем. И стакан воды. И теперь, как закипит, через час готово. Только мы постепенно будем овощи добавлять. Ну, кролик у нас готовится. Вот грибы, морковь, лук, чеснок мы отставляем. Ждем, когда закипит он. Все. Теперь приступаем к салату. Салат называется «Московский». Наш любимый. Семейный. Семейный. Семейный салат у нас. Ну, давайте, делитесь. Да, нужны креветки, крабовые палочки, оливки, маслины, пекинская капуста и ананасы. А есть ли какое-то блюдо, которое вы открыли за последнее время для себя? Ну, может быть, в гостях где-то попробовали что-то такое? Нас угостили очень вкусной солянкой. Я спросила рецепт, нам теперь приготовить дома. Рассказали вам все-таки, да? Все тайны выгодят. Конечно. Ну и что там? Ну, давайте с вас делимся с телевизорами, всем расскажем. Там было очень много копченостей, ребрышки свиные, маслины. Ну, в принципе, классическая. Да, вроде да. Но вы готовили до этого солянку, да? Картошка, огурчик, да, но в конце добавляется лимон и сметана. И почему-то вот совсем другой вкус получает. Другое звучание выходит. Вы говорите, что вот вы в декрете, как раз во время декрета вот поучаствовали в Жемчужине. Соскучились по работе-то? Соскучилась, да. Так поддерживали коллеги, уже ждут. Ну, что у вас вот в работе? Давайте теперь к работе перейдем. Что у вас вот в работе интересного? Что вы находите, открываете каждый день для себя? Есть какие-то открытия? Ой, у нас так много работы, честно говоря. Информ-сервис, большая организация, и работы у нас много. Вот наш отдел занимается... Ну, вот одну, несколько приведу вариантов. Например, автоматизация бизнес-процессов, отгрузки готовой продукции, цехов, ММК и удаленных складов. У нас утра до вечера звенит телефон, бывают какие-то ошибки выходят. Также мы занимаемся формированием отчетов готовой продукции по качеству и производству. Ну, работа интересная. Работа интересная. Можно сказать, что интересная? Интересная, конечно, и коллектив хороший. Самое главное, мне кажется, очень хорошо. Когда коллектив хороший, тогда и... В салат теперь что? Отправляем, да? Консервированные ананасы. Консервированные ананасы. Оливки, маслины. И что дальше? И заправляем майонезом. 20 минут у нас покипело. Теперь мы... Теперь добавляем лук и морковь. Так, салат разложили по порционным тарелкам. И последний штрих... Украшаем. Курманский у нас штрих. Самый настоящий курманский штрих. Не жалея. Проверим, что у нас тут. Как поживает кролик. И высыпаем грибы. Грибы. И в сливки мы добавляем 2 желтка. 2 желтка. Муки. Вина. И стакан воды. Посолили и поперчили. Лук и морковь. Грибы. Салат. Креветки, крабовые палочки, оливки, маслины. Пекинская капуста и ананасы. И заправляем майонезом. Сегодняшний проект «Или Гурман» подошел к своему завершению. Мы много с моей сегодняшней гостей наготовили. Славно потрудились. Сейчас будем все это пробовать. Ну и вам, уважаемые телезрители, советуем взять это все на заметку. Сейчас отправиться к своим комфоркам и готовить. Ну, а я благодарю нашу сегодняшнюю гостью Елену Шлафман, победительницу конкурса «Жемчужина-2017». Это главное, что мы сегодня обсуждали, конечно же. Ну и, с другой стороны, мама, любящая жена и инженер-программист ООО «ММК-Информсервис». Спасибо, что вы к нам заклинули. Спасибо вам. Готовьте для своих любимых мужей, детей. Ну, всем телезрителям я желаю только приятного аппетита.